Ценности кулинарные тоже бывают разными. Икра всегда считалась одним из самых экзотических и дорогих продуктов. На память приходит киношная царская трапеза в Иван Васильевич, который меняет профессию. Тазик икры черной, тазик икры красной и горошинка на блюдечке икры заморской, баклажанной. Да что там говорить, икра и по сей день считается деликатесом и стоит немало. Красная икра – натуральный рыбный продукт. Деликатес, отличающийся не только изысканным вкусом, но и богатым химическим составом. В красной икре содержатся белок, витамины, минералы, такие как йод, фосфор и кальций, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6. У них икра очень хорошая. Просто сейчас бутерброды на даче делать, ну, плохо, конечно, будет расплываться все. Зимой брала, прям очень вкусно, все хорошо. Несмотря на высокую калорийность, деликатес не запрещено включать в диетическое питание. Икра полезна мужчинам-спортсменам, в частности тем, что на 30% состоит из белка и помогает укрепить сердце. Количество углеводов настолько минимальное, что их можно не учитывать. Зато показатель белков приятно радует людей, занимающихся спортом и следящих за весом. Женщинам употребление икры поможет поддерживать красоту волос и кожи. Не менее полезна для красоты и здоровья рыба, особенно красная, которой на выставке-продаже богатейший выбор. Хорошая, вкусная, вкусная и свежая. Не вкуснее, во-первых, вкуснее, видимо, на тлов свежее, да, даже очень, так бутербродик от души скушаешь. Продукция на выставке-продаже свежая, тает во рту и потому, попробовав раз, сюда возвращаются. Белорыбица, чавыча, омуль, окунь и нерка. Выбор огромен, а о качестве говорят постоянные покупатели и не сокращающаяся очередь. До 6 августа включительно, возле торгового центра «Премьер». Икра и рыба камчатская. Не пропустите. Продолжение следует...